странно что никол пашинян до сих пор после всех событий вокруг карабаха после проигранной войны в конце концов так и не понял что президент азербайджана слов на ветер не бросает в этом смысле ильхам алиев вообще резко отличается от многих своих коллег поэтому если официальный баку в спокойной форме дипломатично но настоятельно предупреждает пашиняна что необходимо решить тот или иной вопрос в данном случае проблему делимитации и демаркации то это означает что в один прекрасный день напоминаний со стороны баку больше не будет об этом корреспонденту а харас заявил эксперт в области внешней политики обороны и безопасности председатель экспертного совета фонда поддержки научных исследований мастерская евразийских идей григорий трофимчук но практически армения потерпела поражение наверное и именно поэтому там часто звучат призывы к реваншу баку как стало ясно многим не работает в режиме тысячи первого предупреждения отсюда и пашинян и все кто интересуется южным кавказом в целом могут сделать простой вывод баку уже имеет план демаркации а если армянской стороне такой вариант пограничного размежевания вдруг не понравится то что делать ее предупреждали но эта возможность была упущена имидж руководителя азербайджан они деревянные пограничные столбы вот что имеет значение в данном случае по словам российского эксперта азербайджанские политологи практически прямым текстом предупреждают армению о планах баку решить вопрос окончательно это своего рода льгота так как в таких серьезных делах обычно никто никого не предупреждает о своих планах это определенного рода соседский подарок азербайджанские политологи также открыто показывают широкой аудитории карты южного кавказа и карты азербайджана где зачастую ключевые армянские пункты включая столицу ереван обозначены азербайджанскими именами это происходит по той же самой причине границы окончательно и официально не определены поэтому победившая сторона может предлагать свои варианты для обсуждения и последующей реализации кто-то внутри армении конечно отдает себе отчет в происходящем видимо по этой причине президент армен саркисян и покинул свой пост не желая брать на себя исторический груз который азербайджан снова готов положить на плечи пашинян думаю саркисян понимал и то что обстановка на постсоветском пространстве из-за геополитического фактора стремительно накаляется и азербайджан опять готов учесть данное обстоятельство обратив его в свою пользу спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь